Плохотнюк понимал, что для Турции это жизненно важный момент, жизненно важный, для Эрдогана лично, это жизненно важно. Поэтому он, скорее всего, решил подыграть Эрдогану, понимаете, для того, чтобы потом при личной встрече сказать, ну, господин Эрдоган, вот видите, я вам сделал жест положительный, вот я вам выслал аж семь учителей. По беспределу. По беспределу, да. Вы думаете, что Эрдогану это польстило бы, что по беспределу выслали ли пиццу, да? Но он не сказал по беспределу, он сказал, вот я вам дал, упаковал их, привез туда-сюда, да, доставка на дом, правильно, да, вот, как пиццу доставил, чуть ли не вам. Я думаю, вы это учтете, да, когда мы у вас попросим кредит или грант, там, или еще что-то, да. Они же так работали. И для меня, я был убежден, упросту убежден, что разучаствовал СИП, участвовало это бюро по миграции, да, это два, разучаствовали силовики во всем этом, которые подконтрольны Демпартией. И четыре, и четыре, что началась медийная атака на президента, которому СИП не подчинялся, которому бюро по миграции не подчинялось, понимаете, которому армия не подчиняется, ничего не подчиняется. А началась атака на президента, что это именно президент виноват в этой высылке. Я сразу понял, это фирменный стиль Демпартии. Украли миллиард, кричали, что... А, приватизировали они Бен, кричали, что приватизировал Филат. Украли они миллиард, да, кричали, что это там инопланетяне чуть ли не, или Путин не украл, да. Сейчас же я читаю, Путин украл миллиард, понимаете. Украли, выслали этих учителей, кричали, что Бадон виноват, да. И так далее, и так далее. Это их фирменный стиль, имея мощнейший медиахолдинг, перебрасывать вину на других.